По строительству в районе Пожарской лестницы, точнее прямо у ее основания, я так понимаю, что ссылались на ДПТ, выданные на другой участок, как так получилось? Я думаю, что точнее можно ответить в литературе. Вы знаете, что в начале нулевых годов этот участок был продан на аукционе и с целевым назначением под строительство кафе. Больше 10 лет, наверное, 12 лет уже прошло, 13 лет. И, естественно, владельцы данного участка пришли к реализации данного проекта. Проектная документация на сегодняшний день, наверное, находится в разработке. Разрешений на строительство не выдавалось, информации о прохождении строительной экспертизы также отсутствуют. На сегодняшний день существует план зонирования территории, генеральный план. Согласно этих документах и выданы предостроительные условия ограничения. Плюс, учитывая, что это исторический ареал, естественно, здание не может быть выше 21,3, так как мы видим, что это вроде как угловое получается ситуация. Все. Действует в зоне и действует историко-опорный план. Точка. В конце прошлого года с бомбой открыли дом Руссова, который восстанавливается в законодательный счет. Сейчас на различных сайтах появляется объявление о сдаче в аренду объектов внутри. То есть, мы, получается, за деньги города восстановили, а теперь кто-то это встанавливает. Все дома за деньги города восстанавливают? Там, где люди живут? Ну, первое, вы прекрасно знаете, что мы проводим работу по программе. Сначала это было ЮНЕСКО, сегодня это сохранение исторического ареала. И на сегодняшний день везде, где живут люди, и везде, где на первых этажах этот центр города, это вполне рентабельно. Люди работают в нежилых помещениях. Мы проводили ремонт фасадов, крови, ливневых стоков. То есть, это неудивительно, да, вы знаете прекрасно. Это наша задача сохранять исторический ареал. И плюс, эти дома находятся на обслуживании и балансе наших коммунальных установок. И, естественно, являются фасады, являются коммунальной собственностью города. Это тоже не новость. Это первое. Что касается аренды, да, я видел в СМИ, такие действительно были статьи, но сами объявления не видел. Что бы я вам посоветовал? Попробовать взять в аренду. Вот пойдите и попробуйте взять в аренду. А я на вас посмотрю. Через месяц, через два, через три. На сегодняшний день это объект реставрации. Реставрация является, согласно ДБН, видом выполнения строительных работ. Соответственно, пока не пройдет сертификация, это объект строительства. Что там господа собираются, кто там сдавать в аренду. Плюс могу добавить, что в доме на сегодняшний день нет ни электроэнергии ни по какой постоянной схеме, нет ни воды по постоянной схеме, нет отопления. То есть даже желающие сдать в аренду, я официально вам заявляю, что на сегодняшний день коммуникации в доме не существует по постоянной какой-то схеме. Да, есть электроэнергия на строительный объект, и вода на строительный объект. Это, естественно, 15% от того, что на самом деле нужно на воду. Берите в аренду, пожалуйста. Скажите, а есть ли проект реставрации интерьеров, есть ли какие-то сроки по реставрации? Никаких проектов реставрации интерьеров надо. На сегодняшний день там голые, пустые пространства, без дверей, без перегорода, без ничего. И действительно нам предстоит еще нам, юридическому департаменту, департаменту коммунальной собственности, разбираться с собственностью. Вы знаете, что там достаточно активно принимал УКС, время расселял людей из коммунальных квартир. И действительно там существуют определенные дроби. То есть УКС там выкупал 34, 120, 100 метров, сотых и так далее. Поэтому предстоит еще большая работа по определению, чья какая-то собственность. Естественно никаких интерьеров нет сегодня, ни чертежей, ни ничего. Мы это не разрабатываем. Наша задача была сохранить дом, сделать лицо, ну то есть фасад. Ну действительно достаточно якорное туристическое место образовалось. Я думаю, оно радует одесситам вас по этому. И мы, кстати говоря, еще, да, спасибо. Вы сами видели, сами обсуждали на сайтах, на своих интернет-изданиях, о том, что УКС объявил конкурс на охрану Дома Русова. Ну как вы считаете, зачем бы мы объявляли конкурс на охрану того, чтобы была выполнена работа, и при этом давали свободно сдавать в аренду. Ну то есть, ну это нелогично совершенно. Дмитрий Васильевич, у нас есть еще вопрос по гостинице Московской, но там или вы, или Остапенко будет отвечать. Готов, да? Вы скажете, хотя бы есть ли коммуникация с владельцем, или вот она как-то... Это Остапенко ответит. А Павел Владимирович, по состоянию, собственно, памятника? Я не знаю, откровенно. Вы прекрасно знаете, кто является хозяином, так мы говорим, да? Инкорм была компания. Вы знаете, что конечный бенефицар покинул нашу прекрасную страну летом... Именно летом 17-го года, куда он сейчас находится, мне неизвестно. Собственно, мне очень интересно, даже где он находится. Коммуникации, естественно, нет. Ну, здание стоит, слава богу, что не за забором, слава богу, что не обваленное, ну, стоит. Там внутри вы сами видели, там было, не помню, два года, год назад была акция. Туда заходили ребята, делали фотографии, ну, по-моему, ничего не изменилось. Все находится вот. Примерно находится все как в Домирусе, так скажем, только без материала. В общем, она как стояла, так и не стояла. Ну, просто. Я не в Астрадамус, не знаю. А какой-то вообще выход из этой патовой ситуации с владельцем укроп, который в 17-м году выехал? Сколько в Доме Руссова даже это? Конечно, есть. Он должен вернуться, доказать свою вину или прокуратура доказать его вину в отношении ситуации с глубоководным выпуском. А позиция на них какая-то такая? В отношении чего? В отношении Дома Руссова, да. А, Дома Руссова? Пока, наверное, позиция такая, что вот мы сохранили дом, пока все. Пока все. Может ли мэрия юридически все-таки тестовать эти помещения и получать прибыль в город, допустим, если нет? Ну, когда, если мы определимся, мы должны определимся с теми помещениями, которые принадлежат нам. Естественно, это коммунальная собственность, собственность коммунальной громады. И дальше уже что с ней делать? Ну, логично ее было бы сдавать в аренду. Не берусь.